добрый вечер дорогие друзья зрители моего канала сегодня 17 февраля 2024 года вот решила выйти в сад снять небольшое видео посмотрите какие красивые ягоды у меня по всему саду на у кубах и это они еще не совсем покраснели потом будут совсем ярко-ярко-красные вот хотела бы показать вам еще одно удивительное растение это жасмин голоцветковый он цветет вот именно зимой это зимний цветущий жасмин в декабре январе феврале вот он цветет посмотрите какие цветочки мелкие но когда их много куст разрастается это очень выглядит замечательно очень красиво смотрится плющ вот у меня заплел здесь полностью забор у меня много сортов плюща вот уже сейчас еще другие сорта покажу еще кое-где остались ягодки на иглице потому что птицы съедают так же как и на пираканте вот так феврале выглядит с кемия ну я считаю какой же зимний сад с лично зелеными растениями обойдется без морозников вот они вовсю цветут и будут еще цвести приблизительно до апреля вдоль пруда у меня тоже вот плющи растут тоже уже сильно разрослись видите это пестролистная форма плюща уже даже в пруд спустилась спустился этот плющ вот на заднем плане там тоже еще большой куст с белыми цветами морозник хватение бересклеты вот какие замечательные цветы много бутонов ну и конечно же листья морознику уже много лет и чем больше ему лет тем он лучше конечно выглядит вот на одной пираканте немного ягод еще сохранилась птицы не склевали оранжевая у меня их три сорта оранжевая красная и желтенькая вот пожалуйста тут седу плющи разных сортов шикарно выглядит он клубы это вот у меня другого сорта у куба gold а перед этим я показывала вам картона фолию здесь у меня еще магнолия молоденькая небольшая такая вот ну и конечно же мои любимые морозники выпускают уже бутоны фатиния и вся вот в бутончиках магуния по дуба листная вот у меня еще есть магуния японская видите у нее листья совсем другие тоже были цветочки это зимнецветущая могу не но птицы почему-то их съели по всему саду уже вылазят тюльпаны нарциссы засыпала листьями но потом поняла что этот процесс не остановить и вот уже перестала засыпать уже дело к весне вылазят и радость нам зацветают какие в марте какие в апреле мне тут разные цвета и сроки цветения тюльпанов тороплюсь снять видео мужчины жарят шашлык надо накрывать на стол я потому так сумбурно быстренько рассказываю пробегусь по саду ну хотя бы хоть немножко посмотреть как сад выглядит феврале вот мы все зеленая зеленчук калужница они у меня всю зиму остаются зелеными османтус вот еще на падубе сильвер куин ягодка сохранилась не съели паду инграми вот с такой белой каемочкой рядом с аукубой gold очень яркая это вот сочинская аукуба привезла ее несколько лет назад ну замечательные такие яркие у нее листья и вот рядом с бересклетом тоже смотрится отлично в одном магазине покупала был шел как бересклет луна в другом садовом центре покупала сказали что это бересклет экстаз но в общем путаница с этими бересклетами все равно замечательные красивые так что как ни назови все равно красиво паду golden king и вот еще один замечательный падум аргентия маргината тоже все ягоды птицы склевали но это уже у меня большой такой падуб вот он тут в тени лавровишни чтоб не горел не переносят они нашего южного солнца и потому такие растения у меня как падубы растут все под покровом каких-то более крупных растений вот еще одна лавровишня этот кустик я стригу рядом с или агнусом при сцепаре с лейланда на заднем фоне красивая тут композиция мне очень нравится или агнус мэрилин не вот такие практически желтые листья зеленой каемочкой бамбук очень люблю эту бамбуковую аллейку вдоль пруда бамбук очень высокий даже уже не знаю сколько метров кто-то спрашивал кто-то спрашивал каким кормом я кормлю рыбок есть специализированный корм для кой продается вот им кормлю ну иногда и хлебки нишимы что угодно они все равно едят и очень хорошо быстро растут вот тоже подплывают чтоб я их кормила калина давида посмотрите какое замечательное растение еще одна у куба а сорт кратона фолия сарка кука гукера вот видите она цветет тоже неприхотливое растение но единственное нужно сажать в тени на солнышке вот мы ветки обрезали на черешне она немножко подгорела это еще один алиогноз но это по моему пожалуй самый такой яркий сорт с большой уже замечательно смотрится в саду смола семянник табира очень нравится мне этот мой куст сорт такой компактный не вытягивается растет шариком немножко его корректирую но все равно вот я видела в сочи там очень такие высокие кусты они разваливаются в общем выглядят неэффектно а у меня такой компактный красивый сорт бересклеты смотрятся вообще замечательно такие яркие сочные это тут у меня пестрая полянка такая медуница сахарная вот рядом с молочая метод можжевельники у меня так сильно поразрастались уже забивают нандину нандин у меня тоже разных сортов но я думаю надо уже будет рассаживать вот этот можжевельник тоже разросся сильно лавр 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 зимой без укрытия кусту уже много лет а это вот такой яркий кустик бирючины можжевельники розмарин туи вот эти туи весной очень красиво выглядят нет у них такие желтые приросты ну а у куприса цепариса и и сейчас такие вот яркие приросты желтые практически вот такая небольшая прогулка по моему зимнему саду до весны осталось совсем чуть-чуть до свидания до новых встреч если кому понравилось видео лайк жду от вас всего хорошего добра мира любви и всего самого наилучшего а 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 ?